Третья подъезда Я вышла на балкон, вот у меня балкон прямо напротив. Ну и сначала где-то подальше стреляли, а эта вышла на балкон, смотри. И вот этот взрыв, с той стороны мне показалось, думаю, где-то или в Вероне, или в этом доме. Все не спали. Вчера, ну что я пережила, переляг и страх. Я лежала вот в этой комнате, отдыхала. И бах, один раз, бах, второй раз, бах, третий раз. Я до соседки говорю, Света, что стреляют? Она говорит, да, стреляют, Вера Ивановна. Ну и я смотрю телевизор. А потом четвертый раз, как дало? Я сюда не заглядывала. Там у меня фотографии полетели. Я их собрала и сижу. Я сюда не заглядывала. Когда соседи приходят, а ну что тут? И вот это все. Две полки оторвались. И мне кажется, вот эта плита вогнутая. Душа болит, работала всю жизнь, старалась. И все побили, и все. Ну и что теперь? Ну что? Ну что? Ничего. Вот такие дела. Это было 7 часов и минут 15-18 восьмого. Я живу на третьем этаже и был на кухне. Ну я не знаю. По-моему, это было вечером. Минут 10-15-11. Говорят, все в 7 часов. Ну я так. Потому что там такое было сотрясение, что аж как долго сошатался. Я дома был. А живу в частном секторе, ну напротив, недалеко. Сидел на компьютере. А тут, ну звук слышно, что полетело в город. Слышно, свистит, значит полетело в город. Через меня летит все равно. Все равно. А как раз на кольцо вышел, мне сюда видно. Три или четыре пролетело. Взрыва я не видал, куда оно ускакало. А это как раз видел, что именно вспышка такая яркая, потом клубы дыма. А на том ночью, ну как не ночью, там сколько, полседьмого может было, я не знаю сколько. Темно. Дальше ничего не видно. Редактор субтитров А.Семкин